У меня сервер — это символ душа и сердца крымской солидарности, которая на фоне российского гражданского общества выглядит настолько живой и настолько важным местом совместной помощи всем людям, попавшим в беду. Она стала лично для меня и для многих моих коллег примером того, как люди собираются и вместе, сообща, решают проблемы друг друга, как они поддерживают и помогают, начинают юридической помощи, заканчивая решением бытовых проблем. Надо сказать неожиданно, для меня открылся таким очень скромным, доброжелательным, в то же время очень активным, вездесущим таким, все успевал. И фактически на какой-то период вся координация деятельности этого общественного движения легла на его плечи. После того, как его посадили, казалось, что будет какой-то провал, однако другие люди нашлись и продолжают то, что делал сервер. Он был активистом крымско-татарского народа, который ничего не пропускал мимо себя, ничью проблему без участия не оставлял. С сервером мы познакомились, я думаю, что пару лет назад, а может даже больше. В Киеве его к нам в офис привел человек, которому мы доверяем на тысячу процентов, известный адвокат крымский, Эмиль Курбединов. Он пришел и сказал, что Даша, это человек, которому я доверяю, мы можем с ним сотрудничать, он правозащитник. И самое яркое мое воспоминание, это, конечно, улыбка сервера. Я знаю, что даже находясь сегодня в СУЗО, в городе Симферополь, сервер остается правозащитником, делает очень много важных вещей, не просто поддерживая других людей, но и защищая права не только себя, но и других людей, которые преследуются в Киеве. Наверное, своим примером он вдохновляет других. И, к сожалению, да, как правозащитник, который работал в зоне конфликта, он мог столкнуться с угрозами лично себе. Я думаю, что он понимал эти угрозы, он шел на них осознанно. Каждый из ребят, девушек, которые занимаются активистской работой в Крыму, это действительно герои, потому что работать в условиях несвободы, для этого нужно иметь определенное геройство, когда человек не думает не только о себе, но думает в первую очередь о тех людях, которым он помогает. Он думает, человек, который думает не о своем, не о своей свободе, а думает в первую очередь о тех людях, которым он хочет помогать. Это большого стоит. Не каждый готов на это, да, не каждый человек имеет дух для этого. Поэтому моя большая благодарность всем людям, которые продолжают работать в Крыму, которые защищают людей в Крыму, которые помогают семьям, людей, которые находятся в местах несвободы, которые помогают деткам, которые остались без своих отцов и кормильцев. Это действительно очень важно. И все мировое сообщество, правозащитное движение Украины и во всем мире очень хорошо знает движение Крымскую солидарность, очень хорошо знает личность сервера Мустафаева. И, конечно же, беспокоится о том, что все эти ребята, которые занимаются правозащитной деятельностью, сейчас находятся в местах несвободы. И, конечно же, во всех возможных площадках старается говорить о тех правозащитниках, которые продолжают бороться в Крыму. Знаю этого человека с хорошей положительной стороны, как начальника, как и довольно-таки друга. Очень положительно относился к сотрудникам бережно и, так сказать, вкладывал душу в свою компанию, в которой он 24 на 7, наверное, находился и все отдавал время свободное этой компании. Если говорить о сервере, то среди многих его коллег, частина которых сидит, как и он, а по следствиям, а в тюрьме, а частина которых продолжает на волю эту справу, которую занимался сервер, а справа единственная. Показать правду, доводить эту правду, быть среди людей, не давать людям жодных шансов впасти в панику. Тобто, быть среди людей такими, чтобы люди весь час відчували взаимную таку підтримку, чтобы были уверены, что они делают звичайную, добрую людскую справу. Серед таких людей сервер, он такой, знаете, один из солнечных людей в таком понимании, что он никогда, по крайней мере, мне не давал возможности увидеть его в таком гниточном состоянии, або в очень разгубленном виглядии, хотя были очень разные ситуации. Сервер – это великий оптимист, и я думаю, что оптимизм и вера дают ему силу, и я хотел бы, чтобы много людей были схожи вот этими двумя якостями на сервера, оставшись своими особенностями, но оптимизм и вера, они нам нужны всем. мое знакомство с сервером Мустафаевым прошло уже после обыска в моем доме, после моего переезда в Киев. Фактически, можно сказать, сервер стал тем человеком, одним из тех людей, который подтолкнул меня направить свои действия на защиту прав ущемленных людей, на освещение событий, которые происходят в Крыму и на помощь посильную на материку в Украине тем гражданам, которые, в отношении которых происходит правонарушение. Это знакомство с сервером прошло в очень дружественной атмосфере. Сервер, как всегда, был улыбчив. От сервера исходило тепло, забота, переживание, поддержка. Именно эти качества способствовали тому, что сервер стал фактически организатором гражданского объединения Крымской Солидарности. В Крыму 27 марта прошли обыски массовые, беспрецедентные. То, что Крымская Солидарность выдержала в очередной раз удар по своим активистам, стримы продолжались и на обыски тех людей, которые раньше вели стримы и вели публикации. Сегодня пришли другие люди, которые также ведут эти публикации, также мы видели стримы. Это говорит о том, что это движение живет и если силовики думают, что арестуя сразу 30 человек, они смогут эту деятельность прервать, то они ошибаются. И именно сервер был у истоков деятельности этой общественной организации. Был хорошим начальником, всегда относился по-человечески к людям, к нашим сотрудникам. Я не думаю, что он мог быть причастен к каким-то террористическим операциям и тому подобное. с ним можно было пообщаться на любые темы, он мог помочь в личных проблемах, семейных и так далее. То есть он не был равнодушен к каждому, хорошо относился, с пониманием, вообще был хорошим человеком. На каждую акцию ФСБ они выезжали. Сервер выезжал. Если ты помнишь, эфиры, посмотри, сервер вещал прям с собственной машины. Он подъезжал и показывал, где стоят эти силовики. и он выходя с машины прямо говорил, что номер такой-то, стоит машина такая-то, отсюда смотрят сюда, отсюда сюда, незаконное задержание. Он вел себя как гражданский журналист, как крымский татарин, который не боялся того, что на самом деле могут с ним сделать. Он выходит к нам в эфир, потому что когда я ему звонил и просил выйти включиться в эфир, он никогда не отказывал. Вот, чтобы ты понимал, отец мне рассказывает. Я, говорит, сижу в зале, а сервер на кухне. И сервер на кухне говорит, включается к нам в эфир и говорит такие вещи, что там, а я, его по телевизору вижу. Я уже понимаю, что он уже сейчас в эфире, я представляю, говорит, что с ним они могут сделать после его этого. И он, как не бывало, он выходит потом с кухни и он говорит, баба, я, говорит, айтлар, пацорадлар, мень, чехтамэферге. То есть, я считаю, что его один из лучших сынов крымско-катарского народа сервер Босин-Маганбала. Его сломать невозможно. То есть, он кремень, камень. И я горжусь, что у нас есть такие камни, как сервер. Сервер Мистафаев, а также его коллеги выкликают в меня щире захопленно. Они работают в условиях, я скажу так, достаточно простых и могут уже много чего нас научить, как нужно работать. История показывает, что сложные часы начинают. И я уверена, что этот ролик мы когда-нибудь будем смотреться вместе с сервером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова